Друзья, всем привет! Признавайтесь, вам когда-нибудь хотелось попробовать что-нибудь экзотическое? Ну, например, необычный фрукт или какой-нибудь шашлык из кузнечиков. Кухня народов мира очень разнообразна, и в некоторых странах вам могут предложить такие лакомства, которые не просто шокируют, но и запросто отобьют аппетит. Итак, усаживайтесь поудобнее, а мы расскажем вам о самых странных блюдах мира. Тарантул. Честно сказать, мы даже не знаем. Обрадует эта новость людей с арахнофобией или, наоборот, испугает. Но в Камбодже жареные пауки считаются деликатесом. Их даже специально разводят в земляных ямах, реже вылавливают в лесу, а потом обжаривают в масле и подают к столу с соусом и овощами. И люди в самом деле это едят. До сих пор ведутся споры, как местному населению вообще пришло в голову включить в свой рацион такую малоаппетитную штуку, как тарантул. Но некоторые исследователи утверждают, что всему виной голод, вызванный войной во Вьетнаме. Многочисленные беженцы постоянно испытывали нехватку еды и потому использовали в готовке все, что подвернется под руку. Видимо, однажды им подвернулись пауки и... Брррр! Сегодня такое блюдо пользуется огромной популярностью у туристов. И экологи даже опасаются, что такими темпами люди скоро съедят всю популяцию. Летучая мышь Еще одно блюдо, которое можно попробовать в Камбодже, Таиланде и некоторых районах Китая – это суп из летучей мыши. И, честно говоря, мы бы вам не советовали знакомиться с ним поближе, даже если владельцы ресторана будут утверждать, что он удивительно вкусный и вообще способен излечить все болезни, включая те, о которых не знает медицина. Все дело в том, что такой суп готовят из летучей мыши целиком, просто бросая ее в кастрюльку, а потом добавляя остальные ингредиенты по вкусу. Не уверены, что это блюдо может вызвать аппетит у кого-нибудь, но если вы относитесь к числу любителей всего экзотического, то трапезу можно продолжить рагу из летучей мыши в молоке. Осьминог Но про это блюдо многие наверняка слышали, ведь оно считается не только одним из самых необычных, но и очень опасным. Санакчи или сырой осьминог подается к столу живым и обильно политым кунжутным маслом. Правда, чаще всего его все-таки режут на части, но это совсем не мешает щупальцам извиваться и сокращаться при поедании. Представьте, что вы берете кусочек ужина, а он пытается от вас уползти. Звучит забавно и немного пугающе, но на самом деле при поедании санакчи нужно соблюдать осторожность, потому что щупальца могут перекрыть человеку кислород. В буквальном смысле мы не шутим, и заканчивается это совсем не весело. Печенье с осами Если в большинстве стран мира люди будут возмущены, обнаружив в любимой вкусняшке торчащие лапки какого-нибудь насекомого, то в Японии дело обстоит совсем иначе. Одно из популярных японских лакомств буквально выглядит как печенье с осами внутри. И нет, насекомые попали туда не случайно. Для того, чтобы превратить их в ингредиент для десерта, повар сначала отваривает ос в кипящей воде, подсушивает и только потом добавляет в тесто. Кстати, стоит такое печенье совсем недорого, особенно по меркам Японии. А нам остается надеяться, что в процессе готовки не пострадал ни один кондитер. Десерт из мучных червей Арнольд Ван Хьюис по-настоящему удивительный человек. Энтомолог и активист, он в компании таких же увлеченных ребят выпустил целую кулинарную книгу рецептов блюд из насекомых. Этот чудак от мира насекомых считает, что использование жучков и червячков поможет решить проблему голода на планете и надо признать, что в его словах «есть доля здравого смысла». Говорят, что некоторые блюда, приготовленные Арнольдом, получаются в самом деле аппетитными и, возможно, через пару десятилетий люди всего мира будут с аппетитом хрустеть хитиновыми панцирями, как сегодня с удовольствием едят сырую рыбу. Правда, десерты с участием мучных червей все еще выглядят пугающе, но, может, к ним просто нужно привыкнуть? Тако из кузнечиков и гусениц Тако – традиционное мексиканское блюдо, которое сегодня популярно по всему миру. Кузнечики популярны гораздо меньше, но это не помешало владельцам одного из мексиканских ресторанов сделать их начинкой для тако. Но погодите, морщица! Эти насекомые богаты белками и по своей питательности вполне могут соревноваться, например, с курицей. Впрочем, суровые мексиканцы решили пойти дальше и добавили в свое национальное блюдо еще и червяков. Скорпионы Несмотря на то, что скорпионы сами по себе совсем не выглядят как существа, которыми можно пообедать, из них готовят огромное количество различных блюд. Чего уж там, в некоторых странах даже едят скорпионов живьем. Но мы все-таки не рекомендуем вам испытывать удачу и ограничиться чем-нибудь более безопасным. Например, в Китае скорпионов готовят на пару и подают в лепешки с соусом и овощами. В Таиланде протыкают палочкой и используют в качестве закуски к пиву. Если поискать, можно даже наткнуться на консервированных скорпионов. Хотя едва ли вы наткнетесь на такую экзотику в супермаркете где-нибудь между бобами и горошком. А на этом все, друзья. До встречи!